Здравствуйте, мои юные друзья! Это старец Артемий. Привет всем и благословения из нашей солнечной землянки. Редакторы программы АРУ-ТВ уговорили меня поговорить с вами о гречке и монеточке. Гречка – это не то, что вы иногда кушаете ложечкой. Гречка – это модная российская певица. Монеточка – это не то, что вы в щель бросаете. Это тоже модная российская певица. Все началось с того, что пару недель тому назад в своем твиттере я опубликовал, не знаю уж зачем, такое сообщение. Зачитываю слово в слово. Послушал двух моднейших молодых певиц России – Гречку и Монеточку. Одна мычит, другая сюсюкает. Энергетика у обеих около нуля. Унылые сиротские песенки в электричке за милостыню. У Монеточки хоть грамотные тексты и немного иронии. Ласковый май – forever. Это по-английски навсегда, значит. Несчастная страна. И нам сказать, что это мое невинное искреннее послание вызвало небывалый шум. Сколько же тут? 1400 с лишним так называемых лайков. 127 комментариев, 412 перепостов. У меня, кстати, много подписчиков в твиттере. Вы тоже присоединяетесь и не такое там прочтете. 160 тысяч у меня подписчиков. Короче, по поводу Монеточки и Гречки. Ничего против этих юных девиц я не имею. Пусть себе поют, сочиняют песни, радуют себя и зрителей. Мне уже послезавтра будет 63 годочка. Ну что я могу понять в этой музыке? Одной девице 18 лет, другой девице 19. Пусть там все и поют про пи***, да про наркотики, да про то, про все. Юное, юное создание. Я в их проблемы влезать не хочу. Я сказал честно, как мне показалась их музыка. Музыка мне их показалась неинтересной, скучной и вялой. Еще у меня были, наверное, слишком, как говорят, завышенные ожидания в отношении как гречки, так и Монеточки. Про гречку мне сказал прекрасный журналист, музыкальный приятель мой, Боря Бурабанов. Говорит старец Артемий, послушай гречку. Это же новая Янка Дягилева. А Янка Дягилева-то какая была прекрасная сибирская певица в стиле панк. Имел счастье слушать ее живьем и разговаривать с нею. Жаль померла Янка. Хороша была, неимоверно. Ну так вот, эта гречка, по мне так, скорее на жалостливую раннюю Таню Буланову похожа, а не на панк-певицу Янку Дягилеву. Ну уж если говорить о Янке, то, ну, можно сказать, Янка для бедных, можно сказать, Янка для нищих. Ну вот, гречка Янка для совсем неимущих. Монеточка тоже прочел статью прекрасного журналиста музыкального юного своего коллегу Александра Горбачева. И он там пишет, Монеточка, да это же новое слово в нашей поп-музыке, да это что-да-сё-да. И заинтересовался я, конечно, заинтригован был такими речами, послушал и закручинился. Это оранжировки какие-то всё попсовые, какие-то модные, неинтересные. На их гниющем западе такие ещё 20 лет назад примерно были, припоминаю, ансамбль Кокурозе американский, ну там много таких было с глазком-то кукольным. Джоанна Ньюсом, ну сами знаете, короче, не один я музыку фирменную слушаю. В общем-то, разочарован я был сильно, хотел бы сказать своим коллегам, журналистам музыкальным, примуднённым. Не надо подлизываться к молодёжи-то, особенно если лизать невкусно. Лучше оставайтесь сами собой. А гречки и монеточки, да счастья им, человеческого и женского, творческих успехов и мужей хороших. И чтоб не сразу в трусы то лезли, сначала в душу бы заглядывали.